В французской стороне, на чужой планете, предстоит учиться мне в университете. На-на-на, на-на-на-на-на-на-на, эй! Всем привет! В эфире Наш Универ. Я Роман Пастушок. И я Наталья Савина. Расскажем вам о жизни в нашем универе и не только. Сегодня в программе. Идеальный студент. Миф или реальность? Разбиваем стереотипы и находим ответ. А мне летать охота. Прыжки с парашютом теперь и в нашем универе. Где воспитывают истинных леди. Экскурсия в необычную гимназию. Наташ, а нарисуй портрет идеального студента. Легко. Идеальный студент это человек. Сразу нет. Сразу ошибка. Судя по тем качествам, которыми ты хочешь наградить идеального студента, это не человек. Это робот. В крайнем случае, ботана-зомби. Откуда ты знаешь? Я же еще ничего не сказала. Ай, не надо, я знаю тебя. И этого достаточно, чтобы предположить, что ты скажешь. Хорошо, говорить не буду. Я покажу. В нашем универе учатся тысячи студентов. У каждого свои достоинства и недостатки. Каждый талантлив по-своему. А кого можно назвать идеальным студентом? И есть ли вообще такие среди нас? Сначала узнаем мнение преподавателей. Какими качествами он должен обладать? Целеустремленностью, трудолюбием, не прогуливать с лентой. Это значит дисциплинированностью. Жаждой знаний. Наверное, идеальным можно назвать студента, который, во-первых, посещает занятия. Это классический подход. Делает домашние задания периодически. Но еще и активен, естественно. Идеальный студент может быть в представлении преподавателя. Это скучный студент. Но для меня важна креативность. И получается, креативность не всегда состыкуется с исполнительностью вовремя. А для меня это предостепенно. Студент – это тот человек, который учится. Тот, кто получает знания. Если он еще и занимается спортом, если он еще интересуется искусством, культурой. Это прекрасно. Вот таким видят идеального студента преподаватели нашего универа. А что же думают сами студенты? Ну, идеальный студент. Он мобильный. Он... У него новаторское видение ситуации. Активистом должен быть. Принимать участие во всех мероприятиях своего университета. Студент, который использует все возможности студенческой жизни на полную катушку. Живет, радуется. Идеальный студент. Человек, который учится, хорошо учится, пропущает занятия. Это идеальный студент, наверное, для преподавателей. Сдержанность, трудолюбивость, усидчивость, чтобы выполнять все, что задают. Я так скажу. Мне кажется, что студент должен принимать активное участие в общественной жизни. Участвовать. Начинает, прошу слово, заканчивая, не знаю, уборкой территории. Идеальный студент – это тот, который ничего не делает, но все равно все сдает отлично. Я считаю, что идеальный студент – это креативный, амбициозный, активный человек, который успешно совмещает учебу, спорт и творчество. Идеальный студент, который может из любой ситуации найти выход. Неважно, завалил ли он сессию или еще что-то. Главное, чтобы он выкрутился в конце концов. Пришло время подвести итог. Идеальный студент должен быть неутомимым спортсменом, творческой личностью, целеустремленным активистом и общественником, быть всегда в тренде и обладать еще множеством достоинств. Но каким бы ты ни был студент, не забывай, зачем ты поступил в универ. Успешно учиться, становиться профессионалом – твоя обязанность. А к идеалу всегда нужно стремиться. Ну все, я в клуб. Ночной? Бери выше в небесный. Наташенька, ты, конечно, ангел, но неужели действительно небесный? Ну как небесный, аэро? И что, прямо летаете? И прямо летаем, и не прямо летаем, и прыгаем, и падаем, и даже парим. Кто из нас не мечтал спрыгнуть с парашютом и увидеть мир с высоты птичьего полета? А для студентов нашего универа эта мечта может стать реальностью. В СФУ заработал настоящий аэроклуб, где в курс обучения входит не только теоретическая часть. Курсанты клуба изучают устройства авиатехники, авиационную, метеорологию, проходят курс учебно-летной подготовки и непременно получают теоретические знания и практические навыки прыжков с парашютом и управления настоящими самолетами. Ну, знаете, небо всегда манило людей в свое время. Единственное, конечно, в наше время небо стало практически для нашей молодежи недоступно. Но мы пытаемся это исправить, пытаемся, наша задача, во-первых, дать ребятам понять, что такое небо, что такое полет, что такое прыжок с парашютом, что такое романтик. А второе, как бы отобрать тех ребят, которые в дальнейшем захотят связать свою жизнь с небом, стать летчиками. Но прежде чем начать плавать на глубине, нужно научиться плавать на суше. Поэтому подготовка к прыжкам начинается с обучения правильному укладыванию парашюта. Ведь от того, насколько грамотно ты справишься с этим сложным процессом, зависит твоя жизнь. Берем 14-ю стропу, ложим ее на землю, и на нее ложится 15А. Стропы мы держим все правой рукой, кромочка одна с левой стороны, коленочкой придавливаем, и работает у нас одна левая рука. Значит, смотрите, на 15А ложим 15Б, кромка пошла слева, стропы вправо. Парашют раскрывается за считанные секунды, а на сборку 84 квадратных метров его купола у профессионала уходит около 20 минут. У курсантов есть возможность изучить этот процесс досконально в замедленном действии. Когда он зашел на такое расстояние, у него открывается, рвется контропка, открывается стабилизирующий парашют, он полетел на стабилизирующем парашюте. Вот он полетел. Деркай кольцо одним пальцем, дергай. Видели? Выходит камера. И здесь ребята могут воочию убедиться, что техника на 100% исправна и безопасна. Кстати, старший инструктор парашютно-десантной подготовки Сергей Сырчин говорит, что со страхом высоты легко справляются почти все новобранцы. За его многолетнюю практику в решающий момент отказались прыгать всего три человека. В основном, я говорю, чувство страха, оно при выполнении прыжков с парашютом, оно немного отходит на второй план. И когда приходит масса выбросок парашютистов, люди преодолевают волнение легче только потому, что рядом сидящие люди делают этот шаг, не боясь, смело, как говорится. И вот их самоотверженность, такая смелость, она придает смелости тому человеку, которого маленько, скажем, не хватает. Да и сам инструктаж оказывает на студентов вдохновляющее действие. Первый раз увидел парашют, попробовал одеть, попробовал выдернуть кольцо, мне очень понравилось. Может, я хочу прыгнуть теперь, если будет возможность. Кстати, Никита уже пробовал совершать прыжки, только это были прыжки с крыши частного дома у себя на родине, в поселке Балахта. А роль парашюта при этом выполнял обыкновенный зонтик. Боитесь прыгать? Нет. В детстве там, может быть, с каких-то карзанок, там все-таки прыгали? Мы прыгали с крыши домов, прыгали с зонтиками. Вот, мне серьезно. Это как, расскажите, пожалуйста. Ну, так, просто берешь мамин зонтик, забираешься на крышу и прыгаешь. Не ломайте мамин зонтик и свои ноги, а лучше отправляйтесь в аэроклуб СФУ. Теперь у вас есть уникальная возможность стать настоящим парашютистом. Рома, пожелай мне удачи, отправляюсь в Мариинскую гимназию. А, в Мариинск? Привези мне бальзама. Рома, ты не понял, это заведение типа Института благородных девиц. И что он делает в Мариинске? Рома, это в Красноярске. Поставим вопрос иначе. Что Мариинск делает в Красноярске? Так, стоп, никто ничего не делает. Я иду в Мариинскую гимназию, а ты молча смотришь и восхищаешься. А знаете ли вы, где в нашем городе учат быть истинными леди? На самом деле в Красноярске есть такое учебное заведение. Это Мариинская гимназия, куда мы сегодня и направляемся. Первое женское учебное заведение «Воспитательное общество благородных девиц» был основанной Екатериной Великой в 1764 году. В конце 18 века главой воспитательного общества стала императрица Мария Федоровна. Под ее опекой в России стали развиваться женские учебно-воспитательные учреждения, институты, Мариинские училища и гимназии. Их главная цель – воспитание честных и добродетельных жен, хороших хозяек, примерных наставниц для детей. Красноярская Мариинская гимназия была открыта в 1999 году. Совсем недавно здесь отметили 15-летний юбилей. Каждый год гимназистки принимают в свою семью новых воспитанниц. Сюда мечтают попасть сотни красноярских девочек. Я хочу стать гимназисткой, потому что гимназистки – это леди, а леди – это народный идеал, то есть это девушка, которая умеет абсолютно все. В гимназии созданы все условия для личностного роста и развития воспитанниц. Работа в органе самоуправления «Марин Кайко» – это возможность создавать собственные социальные проекты и участвовать в акциях городского и краевого масштабов. Эта работа дает девочкам бесценный опыт. Я горжусь тем, что выпускницы нашей гимназии, которые участвовали в работе корпорации на сегодняшний день, они стоят и во главе профсоюзных организаций Сибирского федерального университета, и участвуют в молодежном правительстве Красноярского края, и стоят во главе волонтерских различных движений. Отличие «Маринки» от обычной школы замечают все воспитанницы, которые приходят сюда уже после окончания пятого класса. Соня стала гимназисткой только в десятом классе. Она уверена, здесь учиться гораздо интереснее. Хотела перейти очень давно, но, к сожалению, никак не получалось. И когда у меня наконец-то получилось, я нисколько об этом не пожалела, потому что гимназия предоставляет широкий спектр возможностей, где можно развиваться в любой сфере – в истории, в математике, в биологии. Обязательными для обучения в Мариинской гимназии являются такие предметы, как православная культура, хореография, основы этики. Наш предмет – это преподавание с пятого по восьмой класс, основы грамматики, этической культуры. С пятого класса мы начинаем ознакомить девчонок с такими моментами, как познакомиться, дружить, правила дружбы. В гимназии также предусмотрено изучение двух языков из трех предложенных – английского, французского и немецкого. Внеучебная и творческая жизнь гимназисток насыщена и разнообразна. Вокально-хореографический ансамбль «Солнечный свет», литературная гостиная, центр дополнительного образования. Любая ученица найдет себе занятие по вкусу. Не каждая современная девушка умеет вышивать на пяльцах. А вот воспитанница Мариинской гимназии делает это очень умело. Шить, кроить, вязать и вышивать, создавать картины из ткани. Получить такие навыки мечтает каждая девушка. Один из самых ярких и необычных творческих коллективов гимназии – это ансамбль «Барабанщиц». Коллективу уже больше 10 лет. Он имеет несколько серьезных наград. Приглашения выступить на праздниках и торжествах поступают постоянно. Так ни один парад победы в нашем городе не проходит без звонкой дроби юных барабанщиц. Раньше я училась в музыкальной школе, перестала заниматься, а музыку я все равно люблю. Вот и решила выбрать для себя самые подходящие барабаны. Раньше, самое первое выступление, помню, боялась сцены. Вот прям ноги, руки дрожали. А сейчас все, привычка уже выходить, улыбаться на сцене. Хорошая успеваемость, участие в общественной жизни и творческих коллективах гимназии – залог успеха воспитанниц во взрослой жизни. Педагоги уверены, их выпускницы готовы составить конкуренцию столичным абитуриентам. Они все равно способны выдержать конкуренцию с другими воспитанниками и Москвы, и Петербурга, и так далее. То есть они конкурентоспособны и социально адаптированы, несмотря на то, что учреждение является как бы вот, ну, несколько закрыто. Быть высокообразованными и культурными людьми, уверенно чувствовать себя на королевском приеме и на собственной кухне, находить общий язык с сильными мира сего и собственными детьми. К такому идеалу стремятся воспитанницы Мариинской гимназии. Такими хотят их видеть педагоги. В любое время вы можете зайти на наш сайт нашунивер24.rf, а также приглашаем в нашу группу ВКонтакте. Все сюжеты программы вы можете посмотреть на интернет-порталах «Вся Россия» и «Дельфик ТВ». Не все студенты идеальны. Но надо стремиться к совершенству. Становиться истинными леди. Расти над собой, подниматься к небу. И все у нас получится. Увидимся в универе. В нашем универе. Пока! Время настало! Наш универ вращает! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...